Всем доброго дня! Это Гелиос Сар и учебник «Всеобщая история средних веков, 6 класс» за авторством Абрамова, Рогожкина, Тырина, издательства «Просвещение». Итоги третьей главы. 11-14 века – время утверждения в Западной Европе феодализма. Его признаки – крупное землевладение, господство натурального хозяйства, отношения сеньоров и вассалов, личная и хозяйственная зависимость крестьян, деление общества на сословие. При этом молящиеся и воюющие имели привилегии по сравнению с трудящимися. Результатом борьбы королей с феодальной раздробленностью стала постепенная централизация власти. В Англии и Франции складывается сословно-представительная монархия. В других странах Европы процесс создания единого государства растянулся во времени. Ну, например, Германия стала единой только в XIX веке. Изменения в жизни общества находят отражение в культуре. Она, как и прежде пронизана духом христианства, приобретает ярко выраженный сословный характер. Вопросы и задания к главе, но перед этим не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, ссылка на нее есть в описании под видео. Первый вопрос. Рассмотрите иллюстрацию в начале главы и объясните, что символизирует этот сюжет. Вот перед нами иллюстрация в начале параграфа, и мы видим подпись, что это император Священной Римской империи Аттон III и его приближенный. Рисунок символизирует как раз-таки средние века с верховенством определенной власти, со словным обществом, потому что на картинке слева от императора, ну и справа от сидящего, получается, стоит духовенство. Справа на картинке находятся рыцари этого самого императора. То есть верховенство императорской власти в Священной Римской империи, причем обязательно верховенство христианское. Второй вопрос. Каковы были взаимоотношения между сеньорами и вассалами? Во-первых, учитывайте одну вещь. Крестьяне, которые работали на земле сеньора, вассалами не были. Вассалами были только относительно равные. То есть рыцари были вассалами у барона, бароны вассалами у графов, графы вассалами у герцогов, ну а графы с герцогами могли быть вассалами еще и у короля. То есть только определенные сословия могли быть вассалами. Третье сословие такового не имело. Отношения были, как у начальника и подчиненного, с очень строго прописанными взаимными обязанностями. Вассал был обязан приходить на помощь своему сеньору, оказывая ему всю необходимую помощь. Но одновременно с этим сеньор также был обязан помогать своему вассалу и приходить ему на помощь в случае, например, военного нападения. Третий вопрос. Объясните, как связаны такие явления, как феодальная раздробленность и натуральное хозяйство? Если нет никакой необходимости что-либо покупать или эта необходимость минимальна, то есть один-два раза в год покупаются только какие-то очень сложные вещи, ну или сложно добываемые вещи, а все остальное производится на месте, то это и есть натуральное хозяйство. Если, например, на какой-то территории несколько крестьянских деревень вместе с небольшим городком и, собственно, замком сеньора производят для себя практически все, то есть стройматериалы, одежда, обувь, различные инструменты, ткани, все это производится прямо на месте руками самих крестьян, включая посуду, то это и есть натуральное хозяйство, учитывая, что еду они также сами себе выращивают. Это и есть натуральное хозяйство. В лучшем случае один раз в год придет какой-нибудь купеческий караван, и в этом караване купят, например, металл, железо, для того, чтобы сделать более сложные инструменты. И все, это все, что покупается у купцов. Естественно, что торговля в этом отношении, она минимальная, но при этом присутствует то самое натуральное хозяйство. А важной отличительной чертой натурального хозяйства является практическое неприменение денег, то есть выплаты идут натуральными продуктами, то есть крестьяне выплачивают сеньору различные подати и налоги тем, что у них есть. Зерно, например, яйца, молоко, сливочное масло, куры, гуси и так далее. Четвертое. Кто возглавлял католическую церковь? Папа Римский был во главе католической церкви и продолжает, ну, во всяком случае, в 23-м году оставаться во главе. Какую власть имел этот человек? Неограниченную имел тогда, по сути, неограниченную имеет и сейчас. То есть у церкви свой практический суд, свои правила и осудить, например, священника может в основном только церковь. А в те времена, в средние века, церковь вообще была практически абсолютно независима от каких-либо властей. Что хотели, фактически то и делали. Пятый вопрос. Докажите, что парламент в Англии и генеральные штаты во Франции укрепили власть английского и французского королей. Парламенты, куда было собрано большое количество духовенства, дворян и горожан, как правило, имели очень широкие полномочия. И они имели самое главное – право устанавливать налоги. И, как правило, кто больше всего не платил налоги? Крупные феодалы очень не любили платить налоги королю. Но если города заставляли и голосовали за увеличение выплаты налога, то крупные феодалы были вынуждены подчиняться. Поскольку они понимали, воевать одновременно против короля и крупных городов феодалы, даже объединившись, не смогут. Это невозможно. По этой причине они соглашались и начинали платить налоги. Эти налоги позволяли королям нанимать войска и укрепляли очень серьезно их власть. Шестое. Кто выступил союзником английских и французских королей в деле объединения страны? Как правило, это были горожане и города. Именно городские жители поддержали королей в объединении страны. Имел ли таких же союзников германский император? Нет. Наоборот, германский император оттолкнул от себя горожан. И горожане выступили против. В итоге против германского императора оказались и духовенство, и горожане, и крупная знать дворяне. В итоге германский император не смог объединить страну. Седьмой вопрос. Объясните, почему Фому Аквинского называли ангельским доктором, а Роджера Бэкона удивительным доктором? Дело в том, что Фома Аквинский говорил, «Есть Библия, и мы должны понимать то, что написано в Библии, стараясь логически доказать, что лучше Бога христианского никого нету». То есть, естественно, такие слова очень нравились священникам. Ведь Фома Аквинский говорил, что Библия – это самое лучшее, что есть на Земле. В то время как Роджер Бэкон говорил, что надо проверять, экспериментально проверять, сделанные утверждения и различные логические доводы. Надо их проверять. Это вызывало острое недовольство католической церкви, поскольку католики не могли, ну и в целом христиане, они не могли доказать очень многих вещей, написанных в Библии. То есть, слова Роджера Бэкона вступали в противоречие с Библией, и это вызывало недовольство. Но при этом Бэкон получил название «удивительного доктора», ведь он активно развивал, например, оптику, химию и так далее. Сформулируйте ответ на главный вопрос главы. Почему XI-XIV века называют временем расцвета западнохристианской цивилизации? Это время, когда именно на Западе католическая церковь имела самую большую полноту власти и делала практически все, что угодно. Еще не было ересей, огромные территории еще были полностью католическими, еще не было такого сильного укрепления королевской власти по всей территории Европы, и Папа Римский очень активно вмешивался в дела королей и так далее. Это действительно расцвет именно западнохристианской рыцарской цивилизации, поскольку порох к этому времени еще не получил всеобщего распространения, как не получили распространение большое количество пистолетов, ружей и так далее. Еще были луки, стрелы, арбалеты, рыцарские доспехи, мечи и так далее. Далее идут темы проектов. Ну, собственно говоря, значит, первое. Рыцарь. Средневековый литературный образ и реальность. Как вы понимаете, в литературном образе рыцарь это очень благородный, сильный воин, который защищает слабых и поражает зло. На самом деле, все было совсем не так. Рыцари, по сути, были очень похожи на узаконенных бандитов, поскольку очень многие из них совершенно не гнушались грабежом, причем абсолютно любого населения. Мало того, согласно рыцарскому кодексу, защищать рыцари должны были только равных, то есть первое и второе сословия. Третье сословие, крестьяне, горожане, они не входили в рыцарский кодекс. И поэтому убить крестьянина, убить горожанина для рыцаря это было совершенно еще и такой нормой, поскольку за это никакого наказания-то и не следовало. Второй вопрос. Что должны были знать и уметь рыцарь и прекрасная дама? Ну, прекрасная дама должна была быть красивой, галантной и ждать своего рыцаря. Рыцарь должен был восхищаться прекрасной дамой, носить у сердца какой-то предмет этой прекрасной дамы и совершать в честь нее различные подвиги. Третий вопрос. Европейский город в средние века и сегодня. Сходство и различия. Вы не поверите, сходство есть. Очень многие небольшие европейские города и в средние века, и сейчас они были малоэтажными. Два-три этажа максимум. При этом у многих действительно старинных, современных европейских городков присутствуют очень узкие улочки. Очень много старых средневековых зданий, в которых продолжают себе спокойно жить люди. То есть, сходство присутствует. Но, конечно же, есть и различия. Современные европейские города, они все-таки намного чище. Канализация, как правило, присутствует во всех домах. Поэтому все отходы жизнедеятельности не выливаются на улицу из окон, а все-таки уводятся через канализацию подальше от города. То есть, все-таки в городах стало намного чище, и в целом жизнь в них все-таки стала более комфортной. Четвертая тема. Средневековые традиции старейших университетов Европы, сохранившиеся и поныне. Вы не поверите, например, самоуправление этих университетов. Оно продолжает сохраняться и поныне, и по сей день. Многие европейские университеты, они сами устанавливают все свои правила, и правительства не могут как-то активно вмешиваться в дела этих университетов. Пятое. Средневековый и современный парламент. Сходство и различия. Ну, различия — это то, что средневековый парламент собирался достаточно редко. Раз в год, два раза в год. В то время как современные парламенты работают фактически ежедневно. Каждый рабочий день, ну, кроме определенного времени отпусков, так называемых парламентских каникул, которые идут летом. То есть вот уже, пожалуйста, присутствуют различия и определенные сходства. Но из сходства средневекового и современного парламента, это то, что и тогда, и сейчас парламент — это был представительный орган. Туда собирались люди из самых разных слоев населения, самых разных территорий, которые пытались протолкнуть интересы своих территорий, тех, кто послал их в этот самый парламент. Ну и заодно занимались общим утверждением налогов. Когда кто-то один принимает какие-то законные налоги, это может вызвать недовольство. Но если налоги и законы принимается большинство, причем собранное со всей страны, то это уже такого недовольства не вызывает. Ресурсы к голове. Прочитайте отрывок из книги средневекового юриста XIII века Жака и Беллина и заполните таблицу. Когда кто, мужчина или женщина, вступает в вассальную зависимость от верховного сеньора королевства, он должен встать перед ним на колени, соединить свои руки и, вложив их в руки сеньора, сказать ему «Сир, вот я становлюсь вашим ближайшим вассалом за такой-то фиот, и вот я обещаю вам защищать и оберегать вас против всех людей». А сеньор в ответ ему должен сказать «Принимаю вас в вассальную зависимость с соблюдением верности Богу и мне при условии ненарушения прав моих». После произнесения этих обязательных формул сеньор давал поцелуи мира и принимал вассала. Сеньор не должен ни лично, ни через других налагать руку на особу и на фиот своего вассала иначе, как по разбирательству и по совету других вассалов, ибо между сеньором и вассалом нет ничего, кроме верности. Вот службы, которыми обязаны вассалы перед своим сеньором. Должны они идти служить по его вызову конно и оружно, во всех местах королевства, куда он позовет их, и оставаться на службе сроком до одного года. То есть, как видите, есть очень своеобразные вещи. Клятва давалась только устно. Никаких договоров на бумаге не было. Правила были крайне просты. По сути дела, даже платить какие-либо налоги вассал сеньору не должен был. Вассал должен был только с оружием приходить на помощь сеньору, и то на срок не более одного года. Вот такая вот специфика. То есть, сеньор из своих обязанностей практически был обязан только не трогать и не пытаться забрать фиот своего вассала. И все. Из прав у сеньора было право призвать своего вассала на помощь в случае какой-то необходимости. При этом военной необходимости. Вассал был обязан явиться на помощь сеньору, причем со своим конем, со своим оружием и, возможно, даже со своим военным отрядом, который был вооружен именно за счет доходов от фиота. Но при этом из прав вассала это было через год уйти с военной службы у своего сеньора, так как призывать могли не более чем на год, хотя многие и дольше могли оставаться. И при этом у прав это то, что уже отсутствие суда забрать фиот, сеньор, у своего вассала уже не мог, просто по своему желанию, только по суду равных, то есть других вассалов и сеньоров. Прочитайте отрывок из произведения Эстулегоза, поэма о версонских випланах и заполните таблицу. Випланы, зависимые крестьяне, должны косить луга, сгребать и собирать сено в копны и складывать его стогами на лугах, а потом везти на барский двор. Затем должны они чистить мельничные канавы. Вилланы должны сжать хлеб, собирать и связывать его в снопы, складывать с кирдами среди поля и отвозить немедленно к амбарам. Если у виллана восемь поросят, то он берет двух наилучих, один для сеньора. К Рождеству надо сдавать кур, затем идет пивная повинность, ячмень и пшеница с каждого. Виллан должен заплатить еще за выпечку своего хлеба. То есть повинности средневековых крестьян. Здесь присутствуют оброки и барщинные работы. Барщина это именно работа, то есть физический налог. Оброк налог различными вещами. То есть из общего описания мы видим, что к барщинным работам относятся. Это кошение травы, полная работа по собиранию этой травы в копны, складывание стогами и потом доставка на барский двор, в замок Феодава. Затем работы идут. Это зачистка мельничных канав, которые мелют зерно в муку. Также крестьяне из барщинных работ должны сжать хлеб, собирать. То есть сжать хлеб это срезать колосья и собирание их в единые. Снопы, а потом с кирдами посреди поля и тут же опять-таки отвозить к амбарам. Это все барщинные работы. Потом мы видим оброк. То есть выплата, если у крестьянина 8 поросят, то он обязан отдать одного или двух поросят своему сеньору. Мало того, к Рождеству из оброка куры обязательно сдаются сеньору. Затем идет пивная повинность. Ячмень и пшеница. Какое-то количество зерна с каждого сдаются. Плюс еще из оброка это оплата выпечки своего хлеба. Далее третье. Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание. Определите архитектурный стиль каждого здания. Романский или готический. Здесь все довольно-таки хитро на самом деле. Дело в том, что первый и третий рисунок это как романский стиль. На первом рисунке многие могут не возразить, что здесь тоже присутствуют различные украшательства, стрельчатые окна, большие двери, какое-то каменное кружево. Но и тем не менее, сама форма построенного здания очень простая и отсутствуют высокие шпили, как и на третьем рисунке. В то время как на втором и четвертом присутствуют те самые острые стрельчатые шпили. Эти шпили и являются отличительной чертой готической архитектуры. Да, на четвертом рисунке здание из красного кирпича и оно довольно-таки простое. Но присутствуют острые готические шпили. Поэтому здание является именно готическим. Четвертое задание. Рассмотрите карту и выполните задание. Какие государства обозначены цифрами? Первое это фактически Франция или Франкское королевство. Третье это Священная Римская империя. Четвертое это Польское королевство. Второе это Английское королевство. Какие из них были к 14 веку более централизованными. А какие оказались феодальные раздробленности. Второе и первое, то есть Англия и Франция, были гораздо более централизованными, чем третье Священная Римская империя. Польща к тому моменту, кстати, тоже была достаточно неплохо централизована, но Польша очень своеобразное было государство со своеобразной системой управления. Франция